Месячник по благоустройству города. В Пинске, который в этом году объявлен культурной столицей страны, готовится к проведению традиционного республиканского субботника. Основные мероприятия уже намечены и помочь сделать наш город цветущим и ухоженным может каждый. Владимир Городнюк о том, где нужно приложить руки и навести порядок, и кто уже принимает участие в большой весенней уборке. Что нужно будет делать в ходе субботника и какие городские объекты и места предстоит привести в порядок, обсуждали на совещании в Пинском горисполкоме. Предварительный план к этому моменту уже составлен, где указаны ответственные за проведение и организацию работ. Как обычно, принять участие в субботнике привлекут работников различных предприятий и учреждений Пинска учащуюся молодёжь. В том числе закатать рукава, взять в руки лопаты, грабли. Готовы и чиновники. Свой трудовой надел будет у администрации города во главе с мэром Иваном Рябковцом. Первая позиция сквер возле Пинского городского исполнительного комитета. Далее горисполком. Предлагается привлечь Пинский горисполком к работам и также управление по образованию. Реконструкция будет газона, обустройство пешеходных дорожек, побелка стволов, деревьев. Ожидается массовое и активное участие населения Пинска, которое не должно оставаться безразличным к наведению порядка и благоустройству родного города. К этому призывают всех пинчан. А молодёжь приглашают принять участие в мероприятии по уборке мусора под названием «Трэш-2019», которое пройдёт в лесопарковой зоне. У нас уже традиционная такая спортивно-экологическая игра. Кто больше соберёт вот этого мусора раздельного? Уже мы три года или четыре проводили. Вы как по объёму или по массе? По массе? По массе взвешивают там всё. Поэтому у нас уже опыт есть. Мы молодёжь будем с разных учреждений брать. В соцсетях приглашаем желающие просто приходят. Особое внимание в ходе субботника отведут к наведению порядка в исторической части города и его памятных местах. Должный вид придадут кладбищам и прилегающим к ним территориям. Было решено субботник в Пинске проводить в одно время с республиканским. Иван Рябковец поставил задачу доработать план мероприятия в отдельных вопросах и потребовал его выполнения на самом высоком организационном уровне. На все объекты до 9 часов должны быть завезены в необходимом количестве этот инвентарь и другие расходные материалы – краска, попелка и так далее. Чтобы всё прошло чётко. К проведению субботника только готовятся. А вот весенний месячник по благоустройству – озеленению и наведению порядка в Пинске в самом разгаре. Первый рейд специальной рабочей группы сразу же выявил не просто тёмные пятна на карте города, а настоящие медвежьи углы. Один из таких в районе Верасов на въезде в столицу Полесья. Почти сразу же за красивой стеллой видна свалка. Судя по количеству пулей тилена, остатков тюльпанов, её организаторы – местные тепличники. Захламлённые участки легко обнаруживаются и в промышленной зоне. На сегодняшний день организованы еженедельные выезды специалистов различных ведомств ЖКХ, ЖРЭУ, управления архитектурой и градостроительства Пинского исполкома, милиции и инспекции природных ресурсов и окружающей среды. Каждый специалист в виде нарушения определяет и тех лиц, которые допустили нарушение, и определяет их степень ответственности. Надо сказать, что сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии подготовились к месячнику. Направили более двух сотен писем с рекомендациями по наведению порядка и благоустройству руководителям учреждений и организаций. Но, как это бывает, кто-то сразу принял меры, а кому-то до уборки и дела нет. По всем фактам нарушений, где ситуация не меняется, однозначно принимаются меры административного воздействия. То есть налагаются штрафы в отношении руководителей и суммы штрафов достаточно высокие. То есть по максимуму, учитывая то, что нарушение не устраняется и длительное время сохраняется такая обстановка на территории, которая требует устранения, однако руководители не приняли никаких мер. Наша съемочная группа планирует принимать участие и в других рейдах весеннего месячника. Цель не только фиксировать факты нечистоплотности, бесхозяйственности, но и сообщать о тех, кто в этом был уличен и кто не позволяет Пинску быть чистым и красивым.